Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Самого низкого значения годовой инфляции с 2009 года Национальному бюро статистики Великобритании удалось зафиксировать в октябре. В соответствии с опубликованными вчера данными, годовые темпы роста потребительских цен замедлились с 2,7% до 2,2%. Аналитики не ожидали оптимистичного отчета и прогнозировали снижение инфляции лишь до 2,5%. Сократить инфляционные риски британской экономики помогли подешевевшие бензин и топливо, а также скидки в супермаркетах Соединенного Королевства с целью привлечения клиентов. Теперь для ужесточения монетарной политики Банку Англии необходимо дождаться сокращения безработицы до 7%. Напомним, пока показатель соотношения безработных британцев к трудоустроенным слишком высок – 7,7%. Тем не менее, участники валютного рынка в предвкушении повышения ставок распродают британский фунт. Котировка пары фунт-американский доллар после публикации отчета об инфляции резко потеряла 100 пунктов, опустившись к отметке в 1 доллар 58,60 центов США. Спустя некоторое время фунту стерлингов удалось наполовину отыграть свое падение, даже несмотря на отмеченное укрепление американского доллара против большинства мировых валют. Что же касается инфляции в Великобритании, то теперь инвесторы сосредоточились на сегодняшнем отчете британского регулятора относительно прогнозов развития ситуации вокруг показателя CPI. Какие перспективы откроются для спекуляций на валютном рынке в свете публикации данного отчета, вы узнаете из наших информационных выпусков на сайте компании ИнстаФорекс. Не пропустите!